Всем привет! Меня зовут Роман. Для тех, кто первый раз на канале, я рекомендую подписаться. Я сегодня освещу тему аренды помещений и вообще важности локаций. Есть детали всегда. Я на примере Бангкока расскажу. Я думаю, что это будет применимо еще другим мегаполисам. В общем, как говорят, локация, локация, еще раз локация. Безусловно, локация это больше половины процента успеха любого грамотного отстроенного бизнеса. Но есть детали в общем. Вот в Бангкоке я с чем столкнулся? Очень интересные места. Бывает, идешь, а у меня проект индустрии развлечений, то бишь мне нужны места, по сути дела, страфика. Конечно, можно в рекламу вложить кучу денег и надеяться, что будет хороший возврат, но я предпочитаю не рисковать и открываться в проходимых местах. Что здесь бросается в глаза? Бывает, идешь по безумно крутой локации с туристическим потоком и видишь места золотые, просто золотые, которые завтра приносуют деньги. И там продаются какие-то сувениры, какие-то штаны, трусы, майки. Я думаю, ну, как... Я пошел пообщаться, думаю, ну, мало ли как, переступка прав там, или как-то договорюсь там, арендую эту месту. Нет. На самом деле, вот эти золотые места, это, как назвать, это люди по конкурсу, получившие, местные жители, получившие их по конкурсу от государства и имеющие право на торговлю сувенирами. То есть там градация, то есть ограничения, чем можно заниматься. И поэтому вот эти золотые места, которые якобы на поверхности, на самом деле, не так и на поверхности, как оказываются. Но это так. К слову, я думаю, что вы тоже с этим можете столкнуться. Потом очень важно понимать, что в Бангкоке, как и во многих других городах, жизнь проходит в торговых центрах. Это тут торговые центры, просто города. Город в городе. Например, МБК, Центр Морл, Айкон Саям, Саям Парагон, МСФЕР, МКУАТЕ. Бесчисленное количество торговых центров. И они реально огромные. Здесь можно в торговый центр пойти покушать, одеться, развлечься, отдохнуть, сходить в спортзал, отдать ребенка в школу, в дополнительные занятия. То есть на самом деле выставку посетить, я не знаю, ну все проходит в торговых центрах. Это нужно понимать, но также нужно понимать, как тяжело добиться своего права работать в торговом центре. Я в 2017 году приехал в Таиланд и думаю, ну как классно, слушайте, какие классные торговые центры. Дай-ка я им напишу. Приехал в Москву, написал, никто не ответил. И только я вот приехал, значит, полтора года назад открывать бизнес и понял, что по почте ты ничего не решишь. Нужно, ну мне повезло, я познакомился с человеком в ночном клубе. И, значит, он работал на людей, которые в теме торговых центров, что происходит, более того, на хозяйку торгового центра. И получил такой расклад. И получается, что тут есть огромные очереди просто на то, чтобы иметь право работать в торговом центре. Более того, имейте в виду, что цены огромные, но это того стоит. Лучше платить безумно деньги за аренду, но иный поток посетителей, который тебе эти деньги вернет еще и с лихвой. То бишь, смотрите, я дам небольшой расклад по торговым центрам. Бангкока MBK, классный торговый центр с безумным туристическим трафиком, но туристы middle и ниже. То же самое, местные жители middle и ниже. Классный торговый центр для молодежных каких-то движений. Это Самьян Миртаун, потому что находится в окружении вузов и прямо имеет метро в себе. Классный торговый центр с безумным туристическим потоком Center World. Классный торговый центр с безумным туристическим потоком Icon Siam и так далее. То бишь, на самом деле, если кому-то что-то будет интересное, обращайтесь у меня, если вы ходите на все эти торговые центры, я помогу ваш проект представить. Более того, если у вас будет проект, который будет даже не то что с геронимической точки зрения привлекательный, а просто будет давать какую-то изюминку торговому центру и будет интересен лично владельцу, это будет безусловно плюс, тоже скидывайте, обсудим, как вообще на безусловно каких-то классных условиях вас туда пропихнуть. Ну, в общем, это такой был расклад по тому, что происходит с торговыми и выставочными помещениями в городе Бангкок. Я думаю, что... А, вот на что давайте я дополню все-таки это видео, на что еще стоит ориентироваться. Бывает, что классный торговый центр, все здорово, но в час пик дороги стоят, не проехать, не пройти. А если у вас семейный проект, соответственно, вам это не в кассу, просто люди добираются на машинах с семьями, и, соответственно, никто к вам не поедет. А торговый центр строится здесь, бывает, какими-то конгломератами, и они буквально торговый центр на торговом центре строят. И бывает там люди, не понимая, куда влезают, открывают проект, не знают, что через там 200 метров будет строиться офигевший торговый центр, скоро открываться. Ну, то бишь, вот эти все моменты тоже нужно учитывать. Я надеюсь, что это видео было полезно. В любом случае, вы посмотрите на видео города безумного Бангкока. Если какие-то вопросы по этому городу будут возникать, я к вашим услугам. Звучит, напоминаю, Роман. До скорых встреч. Пока.